Ну что, мы начинаем. Добрый день, коллеги. Сегодня у нас вебинар на тему, как повысить эффективность предприятия с помощью облачных сервисов. Я постараюсь уложиться в отведенные 30 минут, но информации очень много. Если будут небольшие задержки, прошу меня извинить, информация, думаю, будет всем интересна. Итак, с чего мы начнем? С вопроса, собственно, из темы вебинара, что такое эффективность предприятия и что значит повышение эффективности предприятия. На этом слайде я привел несколько примеров экономического эффекта или примеров повышения эффективности деятельности предприятия, которые стоят на сегодняшний день перед абсолютным большинством предприятий. Значит, какие это источники повышения эффективности? Ну, практически перед каждым предприятием стоят задачи для производственного предприятия сокращения цикла производства. Здесь все цифры эффективности приведены с реальных проектов и указано, за счет чего эти показатели можно достичь. Например, сокращение цикла производства на 34% за счет параллельных процессов проектирования и изготовления заказов и применения стандартов управления производством. Для большинства предприятий, которые работают по заказной специфике, очень критичен вопрос соблюдения срока выполнения заказов. И повышение эффективности может заключаться в том, чтобы добиться максимального процента выполненных заказов в срок. А это можно выполнить за счет внедрения современных стандартов планирования производства и контроля соблюдения срока в отгрузке заказов. Для 100% предприятий стоит вопрос сокращения затрат, сокращения фактической себестоимости продукции или обеспечения контроля отклонений фактической себестоимости от плановой. Повышение эффективности заключается в минимизации этих отклонений фактической отклановой себестоимости. Это можно выполнить за счет, например, за счет перехода на накопление затрат по технологическому процессу и операционный контроль затрат и так далее. То есть каждый из таких примеров повышения эффективности, приведенных на этом слайде, это и есть те цели, которые стоят перед сегодняшними предприятиями. Следующий вопрос, с помощью чего можно добиваться этих изменений и повышения эффективности? На этом слайде специально приведен пример стратегических целей и как к этим стратегическим целям идет движение. Например, стратегическая цель предприятия – увеличение пропускной способности производства. За счет чего это можно добиться? Это можно добиться за счет модернизации производственных мощностей или за счет внедрения современных методов управления и стандартов мирового уровня. А вот внедрение современных методов управления и стандартов – это и есть внедрение современных информационных систем управления. То есть, так называемый, как сейчас в обиходе уже стало практически стандартом термин ERP, это управление ресурсами предприятия, это проект совершенствования инструментов управления, так называемого реинжиниринга бизнес-процессов, а не только проект внедрения информационной системы. То есть, такие проекты ERP, они направлены на получение, достижение экономического эффекта и, скажем, повышение эффективности работы предприятия. Я думаю, что вы все это знаете, это как такая некая вводная, но в чем есть специфика внедрения ERP-системы и проекта как такового по ERP? Каждый из проектов ERP, он, ну, во-первых, несет за собой значительные затраты на, собственно, приобретение ERP-системы, на выполнение проекта внедрения. Это в большинстве случаев и отпугивает, скажем, предприятия от выполнения таких проектов. Это во-первых. Во-вторых, это длительный проект внедрения, который занимает, ну, год-два, в зависимости от типа предприятия и в зависимости от решаемых задач. То есть, это тоже один из больших вопросов, который сдерживает выполнение таких проектов. Также необходимо приобретать дорогостоящую серверную технику, лицензии на операционную систему, на Windows, на систему управления базами данных и так далее. То есть, это в очередной раз большие затраты. Также необходимо иметь большой штат ИТ-специалистов, которые не просто будут там поддерживать системы, а будут, ну, скажем, заниматься и процессом внедрения, и обычно нужно иметь избыточный штат, так называемый ИТ-специалистов. Поэтому большинство из этих вопросов отталкивают предприятия от выполнения таких проектов. Но на что же приходит, скажем, на смену, и в основном это актуально для средних предприятий и небольших предприятий, это так называемые облачные сервисы. Что же такое облачные сервисы? Облачные сервисы – это использование программного обеспечения как услуги. В отличие от классических ERP-проектов, где покупается софт, устанавливается на свои мощности, выполняется длительное внедрение. Облачные сервисы, так называемый SaaS – это Software as a Service, это когда платится только за использование функционала и только тогда, когда им пользуемся. Здесь аналог самый наглядный в сервисах облачных, это аналогичным облачным сервисам – это водопровод в доме. Каждый из нас, у нас есть дома вода, и мы платим за нее, если установлены счетчики, только тогда, когда мы ее используем. Мы пользуемся – платим, не пользуемся – не платим. Это полный аналог и всю инфраструктуру, ремонт, поддержание в работоспособном состоянии сетей и так далее, и так далее обеспечивает нам поставщик – водоканал. В данном случае полная аналогия поставка облачных сервисов, когда есть поставщик сервиса, который обеспечивает работоспособность системы, проведение обновлений, копирование данных и так далее, а мы платим только за ту услугу, которую мы используем. В этом и есть принцип облачных сервисов. Главный вопрос, который задают многие, но со временем этих вопросов уже становится меньше – безопасность. Где работает сервис, как он работает и кто обеспечивает безопасность? В мире уже все придумано, выдумывать ничего не нужно. Есть мировые лидеры по предоставлению платформы для облачных сервисов. Один из таких лидеров, которым я хочу сказать, это Microsoft Azure, который поставляет именно платформу для поставщиков облачных сервисов. Часто задают вопрос, а почему облачные сервисы безопаснее? Всегда отвечаю. Скажите, пожалуйста, где безопаснее хранить данные? В защищенных центрах обработки данных, с резервным копированием, с лучшими специалистами или у себя в серверной комнате, с риском отключения электроэнергии, того, что полетят винчестеры или еще что-то. Но весь мир уже к этому пришел. Это самая безопасная технология. На примере Microsoft Azure сеть дата-центров более миллиона серверов, более 100 центров обработки данных. Первый центр обработки данных был открыт еще в 1989 году. Ну и так далее. То есть это надежность, безопасность, ну и экология. Вот на карте приведены некоторые центры обработки данных, которые распределены по всему миру. Это и в Европе, и в Амстердам, и в Дублин, ну и так далее. Здесь можно будет подробнее почитать об этом. Следующий вопрос, который часто нам тоже задают. Вообще возможно ли это? Возможно ли ERP как сервис? Еще лет 5 назад и даже несколько лет назад в принципе это было практически невозможно. Но на сегодняшний день главный мировой тренд это переход полностью в облаках всех процессов. И есть новые инновационные продукты, которые решают задачи ERP в виде сервиса. Один из таких продуктов это как раз сервис Клоби, о котором в том числе мы сегодня поговорим, который разработан на платформе ERP-системы. Следовательно он позволяет решать все задачи, свойственные ERP-системе. И при этом его можно использовать в виде сервиса. То есть платить только за использование, не покупая его, не покупая техники и так далее. Из чего состоят вот такие сервисы по управлению предприятием? Это есть 4 основных таких блока управления. Это блок производства, это блок управления продажами, блок управления закупками и блок управления затратами. Так, об этом мы поговорим детальнее. Значит, какие задачи, пойдем по цепочке, продажи, производства, закупки и затраты. Какие задачи решает блок управления продажами и в чем повышение эффективности? Ну, во-первых, блок управления продажами, он должен помогать, упрощать взаимоотношения с клиентами. Не должны теряться ни одни контакты и вся история клиентов должна быть в системе. Напоминание о сроках контактов, о потенциальной доходности каждой сделки. Плюс, когда идет взаимодействие с клиентами, сервис должен оценивать возможность производства вообще такой продукции или выполнения заказа. И оценивать стоимость, исходя из текущей ситуации. Также контролировать расчеты с клиентами, контролировать в реальном времени своевременное выполнение заказа. То есть, это так называемый термин CRM, блок взаимоотношения с клиентами, который может быть использован в виде сервиса. Следующий шаг, это блок управления производством. Собственно, один из важнейших блоков, ради которых и начинают использовать сервисы ERP-систем. Это в первую очередь вопросы планирования производства, которые актуальны для каждого производственного предприятия. То есть, если мы говорим блок продаж, он подходит вообще для любого предприятия, который занимается не только производством, а любой деятельностью. Блок производства подходит для производственных предприятий. То есть, с помощью блока производства можно планировать производство, оценивать сроки выполнения каждого заказа, опираясь на актуальную ситуацию в производстве. Составлять детальные скользящие операционные планы производства на определенный промежуток времени. контролировать, вести фактический учет производства и как результат гарантировать и выдерживать сроки выполнения заказов. Это блок управления производством, какой он дает эффект. Блок управления закупками. Это так называемый облачный склад. То есть вы можете видеть в режиме онлайн из любой точки мира состояние запасов вашей компании, вашего предприятия, планировать закупки, анализировать запасы по стоимости, возрасту, периодичности, управлять закупками по точке перезаказа. То есть это так называемая концепция MRP для поддержания обоснованного уровня запаса. И это можно использовать любой компании для управления своими запасами, для планирования своих закупок. Опять же не устанавливая системы, просто используя сервис. Управление затратами. Это важнейший на сегодня вопрос, особенно в неком состоянии кризиса. Все хотят сокращать затраты. И такой облачный сервис может позволить точно контролировать себестоимость продукции фактическую, планировать себестоимость по методике, что будет если, что у нас будет если изменение курса происходит, что будет если мы будем менять поставщиков наших компонент или материалов. И спланировать себестоимость, рассчитывать цену на основании себестоимости и далее контролировать в процессе производства. Собственно, это обзор, для чего это нужно и что оно дает. Далее вопрос, почему такие сервисы, как лобби, почему они могут запуститься быстро и не требуют большого внедрения. Во-первых, с сервисом поставляется преднастроенный сконфигурированный комплект. То есть система готова, ее можно брать и использовать. Сразу заполненная справочная информация. То есть в системе есть вся информация, это справочники материалов, скажем, описаны примеры контрагентов и так далее. Преднастроенный роли и доступ. То есть все роли возможные для работы с сервисом, они уже преднастроены. Для каждой роли есть рабочий стол. То есть человек заходит в сис-сервис и он сразу, у него есть все функции, которые ему нужны, они на рабочем столе. Подготовлены текстовые видеоинструкции. То есть каждый специалист, заходя в сервис, у него есть сразу текстовое описание, что ему надо делать. Есть видеоинструкции, которые можно посмотреть. То есть, ну и примеры данных, документов и так далее. То есть это возможность работать сразу, более эффективно, без дополнительных затрат. Ну и сейчас, собственно, мы пройдем по функциональности, посмотрим, как непосредственно это выглядит в сервисе, какие основные функции должна решать система для повышения эффективности. Ну, блок первый, с которого я начинал, это блок управления продажами. И его частью управления отношениями с клиентами. В системе должна быть создана единая база контактов, единая база клиентов и контактов по ним. Это клиенты, потенциальные клиенты, посредники, дилеры и так далее. Информация о каждом контрагенте, она должна храниться в системе. И должны фиксироваться все контакты, вся деятельность отдела продаж. Это должны фиксироваться плановые контакты, когда и с кем нужно контактировать. И фактические контакты. Далее можно поднимать историю. Также должно фиксироваться, что было интересно клиенту, когда и, скажем, по каким может быть ценовым показателям. В результате этого строится так называемая воронка продаж, где мы можем автоматически посмотреть, где у нас узкое место и повлиять на эту ситуацию. Далее, опять же, проконтактировали с клиентами. Следующая задача – это заключить договор. И здесь тоже отдельный вопрос. На большинстве предприятий этот процесс никак не автоматизирован. Здесь сервис позволяет регистрировать прямо в сервисе договора изменения, видеть всю историю изменений, хранить оригиналы документов. То есть прямо внутри сервиса можно прикреплять оригиналы документов. И мы можем в любой момент времени, из любой точки мира обратиться в систему, посмотреть реальный подписанный, отсканированный договор. И кто когда его согласовывал, какие условия и так далее. Также в сервисе описывается электронное визирование согласования договоров. То есть вот в таком виде, как представлено здесь на слайде, можно в электронном виде согласовывать, визировать договора. Контроль поступлений платежей по договорам, вести спецификации к договорам, акты сверки и выполнять контроль расчетов по договорам. Спланировали продажи, провели базу CRM, подписали договор. Далее, основной вопрос планирования производства. Опять же здесь, в чем уникальность в данном случае клобби, это то, что сервис включает блок по управлению, планированию производства. Опять же, есть стандарты мировые по управлению производством и лучшие практики. Это стандарты MRP2, это стандарты MES и IPS, которые являются стандартами де-факто для управления производственными ресурсами и управления предприятием. С чего начинается управление производством? Управление производством начинается с подготовки производства. Это конструкторская технологическая подготовка. В зависимости от типа предприятия, типа производства, Можно использовать только технологический блок или и конструкторский, и технологический. Это что включает в себя? Формирование всех спецификаций конструкторских. Сопровождение состава изделия. То есть на основании спецификации формирование состава изделия. Далее проведение технологической подготовки производства. Это описание технологического процесса производства. Вот здесь на примере представлен техпроцесс производства корпуса нагнетателя. Описаны все технологические операции. Операция электромонтаж, сварка, шлифовальная, резбонарезная и так далее. То есть описаны все операции. И к каждой технологической операции выполняется нормирование. То есть система позволяет полностью вести так называемые описания технологического процесса, производить нормирование. Здесь же можно прикреплять оригиналы документов, это чертежи или нормы. И, скажем, вне зависимости от того, уходят сотрудники с предприятия, остаются, ваша база остается всегда с вами. Выполняется нормирование материалов, это описание по детальных нормам расхода материалов, в системе автоматизирован расчет сводно-специфицированных норм и так далее. Это материальные нормы, точно так же нормируется труд и заработная плата, где можно далее вести контроль по сдельной части оплаты производства. Ну и, собственно, блок планирования производства. Сервис позволяет планировать, оперативно контролировать выполнение производственных планов. Это все уровни планирования. От верхнего уровня по заказных планов выпуска продукции, далее расписывать вплоть до пооперационных планов производства, планировать вперед от сегодняшнего дня, когда система может выдать, например, мы сегодня включаем какой-то заказ производства, нажимаем режим планировать, система выдает, когда этот заказ будет готов. Это так называемое планирование вперед, с помощью которого можно, исходя из ситуации в производстве, исходя из наличия материала, выкомплектующих и незавершенного производства, оценить срок выхода заказа из производства. И планирование назад. Это когда можно понять, скажем, ежедневно, от даты необходимой клиенту, когда нам надо начинать производство, чтобы наш заказ был выполнен в такой-то срок. Это планирование еще перед получением заказа. Результатом системы планирования есть выдача сменных заданий, как приведено здесь на слайде, где мы видим с помощью, в том числе, штрих-кодов для отметки факта производства, планирование каждой технологической операции, где это надо делать, на каком оборудовании, в каком цеху, какое количество, и там отмечается факт производства. Далее, что позволяет, здесь уникальные уже такие возможности, в данном случае сервис Клоби, он позволяет управлять производством, в том числе с использованием мобильных устройств. То есть получать сменные задания прямо на мобильный телефон. Это поддерживается основная операционная система смартфона, как Android. Можно выдать туда сменное задание, прямо можно зайти на Market, установить приложение, и непосредственно из сервиса по вашему объекту будет попадать туда сменное задание. Можно отмечать факт производства, прямо из сменного задания можно просматривать чертежи и так далее. То есть это все позволяет добиться реального измеримого экономического эффекта. Такого как повышение объема выпуска, обеспечение выпуска заказов в заданные сроки, повышение реальной загрузки мощностей, ну и так далее. И сокращение, очень важно сейчас, это сокращение запасов в производстве, сокращение уровня незавершенного производства. С помощью технологии такого оперативного планирования этого можно добиться. Здесь вот на этом небольшом видео, буквально 30 секунд нам представлено так называемый цех будущего. Это тоже все в сервисе Клоби. Можно посмотреть, реально составить карту производства, и посмотреть в режиме онлайн, что происходит на производстве, какие единицы оборудования работают, что они сейчас выполняют, простаивают они или работают. Вот мы видим шлифовальное щепу, выполняется операция, произведено 44 детали, теперь уже 45 деталей. Это в режиме онлайн. То есть это так называемое управление цехом вне цеха. Здесь система может быть подключена через связь с оборудованием, может быть настроена, а также можно просто использовать мобильные устройства для оперативного ввода факта производства. Тогда мы также будем видеть в режиме один раз в час реальное состояние производства, где у нас простаивает оборудование, где оно оперативно работает. Вот мы видим пример какой-то проблемы с оборудованием. Выскочил вопрос, оборудование остановлено, значит там какая-то проблема. Следующий шаг, то есть производство мы спланировали, далее нам нужно вести оперативный учет производства, оперативный учет хода производства. Здесь также сервис Клоби позволяет выполнять учет производства по маршрутным листам, где печатаются прямо из сервиса маршрутные листы. Они движутся вместе с партиями деталей или полуфабрикатов производства. И в режиме онлайн отмечается там факт перемещения, факт движения, и сразу же это закрывает план производства в сервисе, и мы видим состояние производства каждого заказа. Анализ загрузки мощностей, что тоже очень важная задача для управления производством и для повышения эффективности. Сервис Клоби позволяет выполнять и перспективное, и оперативное планирование загрузки производства, выполнять анализ узких мест, где мы видим каждую единицу оборудования, мы видим, сколько у нас есть фонд работы оборудования, сколько у нас фонд, мы видим, сколько у нас запланировано работы, и мы видим процент загрузки. Где-то у нас есть перегруз, как в примере аппарата для ручной плазменной резки, так и есть недогруза оборудования. И сам сервис подсказывает, где нужно вывести дополнительные смены, для того, чтобы мы выполнили, соблюли наши сроки исполнения заказов в срок. Так же, где мы видим, где у нас избыточная сменность, и мы можем сократить наши затраты, уменьшив сменность работы. Поэтому с помощью вот такой технологии можно повысить эффективность и оптимизировать загрузку оборудования. Следующий шаг – это, опять же, на основании производственного процесса, планирования производства учета в производстве, сервис должен позволять контролировать затраты. И онлайн накапливать затраты в производстве по технологическому процессу, вести учет незавершенного производства по местам хранения по фактическим затратам. Что это такое? И почему этот вопрос очень важен? Скажем, когда не ведется такой учет, то посмотреть, сколько у нас денег лежит реально в незавершенном производстве, невозможно. У нас есть, как правило, на предприятиях есть состояние складов, запасов, но что находится в производстве, на какой стадии технологического процесса и сколько это стоит, такой информации нет. Сервис Клобби позволяет контролировать каждое выполнение каждой операции и накапливать затраты после каждой операции. Например, выдается материал со склада в цех по стоимости 100 единиц после выполнения, и он переходит с баланса склада в цех, кладовую цеху, и учитывается в цеху. Мы уже видим, что в цеху у нас появился лист металла по цене 100. Далее, когда из этого листа выполнилась первая операция, порезали на заготовки или что-либо с ним сделали, у нас появилась заготовка, лист, его часть, которая по норме пошла или по факту отметили, пошла на производство этой заготовки, она, часть этого листа списалась, появилась заготовка по цене 100 плюс те затраты на зарплату, которые были потрачены. Таким образом, мы видим в режиме онлайн, вот здесь по примеру, по статейно, каждую позицию незавершенного производства. Это как заготовки, детали, узлы. При сборке каждого узла себестоимость каждой входящей суммируется по статейно, плюс добавляются затраты на работу персонала. И таким образом, в режиме онлайн можно видеть состояние незавершенного производства и по количеству, и по деньгам. Следовательно, при сдаче готовой продукции на склад, она уже сдается с себестоимостью по прямым статьям, известной себестоимостью. Это очень важный вопрос. И важный вопрос, о котором я говорил вначале с точки зрения повышения эффективности, это онлайн контролировать отклонение этих затрат. То есть, у нас есть плановая себестоимость, где мы планировали, что такая-то позиция должна стоить столько-то. При использовании сервиса можно онлайн контролировать, если у нас появляются какие-то отклонения, сразу видеть причину, почему они не произошли. Ну, какие могут быть причины? Например, по другой цене закупили материал или использовали другой материал. И вот нужно оперативно иметь возможность принимать решение. Нужно ли продолжать выполнять производство с этими отклонениями, которые в результате уменьшат нашу маржу, или нужно этот процесс остановить. Таким образом, можно добиться существенного измеримого экономического эффекта в виде непревышения фактической себестоимости надплановой и обеспечения требуемого уровня маржи. Следующий шаг – это калькулирование плановой себестоимости, которое, как правило, происходит раньше. Какие здесь задачи? Это вариантные расчеты. То, что я говорил сегодня, это моделирование ситуации, что будет, если. Что у нас будет, если цены у нас изменятся на входящий, или курс изменится, или еще что-то. Сервис позволяет просчитать неограниченное количество расчетов себестоимости. Далее определить цены на продукцию. И оперативно при каких-либо изменениях ситуации, то-либо изменяется курс, или изменяется конструкторская документация, технологическая документация, можно оперативно пересчитать себестоимость, изменить цену, аргументировать это изменение потребителю, заказчику, что вручную сделать практически невозможно в таких объемах, которых, как правило, требуется. Ну и следующий блок, это блок управления запасами и закупками, который позволяет, опять же, этот блок, он подходит для любого компании, для любого предприятия, не только производственного, который позволяет ввести в режиме онлайн учет своих запасов, планировать закупки, как по заявкам подразделений, где прямо в сервисе можно, каждое подразделение может вводить свои заявки, например, мне надо закупить там канцелярию, такую-то, такую-то, мне надо закупить такие-то материалы, такие-то позиции. Это все собираются заявки, с одной стороны, в случае производственного предприятия на основании производственного плана и за вычетом незавершенного производства остатка материалов на складах формируется потребность оперативная в закупке под производственную программу. Это все суммируется, агрегируется и сервис формирует план закупок, который дальше, скажем, формируется в заказы, осуществляется закупка, прямо в сервисе контролируются накладные приход, закрывает который этот план закупок и так далее. То есть, это вся цепочка управления запасами, где мы видим оперативное состояние склада, управление закупками и контроля, скажем, и возрастного хранения запасов и так далее. Какие же преимущества вот таких облачных сервисов по сравнению с такими стандартными решениями? В чем уникальность? Ну, во-первых, уникальность в том, что быстрый старт. Можно приступить к использованию сервиса в течение одного дня. То есть, в течение буквально часов открывается доступ, регистрируется заказчик и он уже может начинать работать. То есть, есть план запуска сервиса, определены стандартные роли. И для небольшой компании буквально за считанные там дни можно начать использовать сервис и действительно начать контролировать свою компанию, свое предприятие. Второе – это продуманная функциональность. То есть, постепенно запуская функциональные блоки один за одним, выстраивается сквозная цепочка управления компанией, управления предприятием. То есть, есть рекомендуемая последовательность запуска, проходя по которой в результате получается комплексная система управления. Оперативная поддержка, что очень важно. Работает центр поддержки, специалисты которого готовы ответить на любые вопросы о сервисе и оперативно помочь в решении той или иной ситуации. Надежность и безопасность. Здесь я уже говорил, это надежнее, чем, скажем, держать данные и систему на собственном сервере. Это мировые, скажем, такие подходы к безопасности. Плюс надежность, есть резервное копирование, архивирование данных, поэтому в любом случае данные не пропадут. Также есть возможность пройти пробный период, так называемый демо-доступ. Большое количество компаний начинали именно с этого, пробовали работать с сервисом, задавали вопросы, проверяли, как та или иная ситуация происходит и начинали работать. Ну и экономичность, конечно же, это просто уникальная ситуация. За стартуя от 299 долларов можно получить полноценную ERP-систему и дальше расти, развиваться, расширять. Это такая ситуация просто уникальна. То есть за 299 долларов нет необходимости покупать сервера, обновления, лицензии, держать большой штат специалистов, нанимать его и не тратить время на ресурсы и конфигулирование системы. То есть, скажем, надо пробовать и начинать работать. Поэтому, скажем, очень кратко я постарался уложиться в те 30 минут, которые у нас были. Еще раз хочу подчеркнуть, что повышать эффективность, особенно в сегодняшнее время, крайне актуально и важно. Для любой компании, для любого руководителя важно контролировать состояние своего производства, своей компании. И сегодня это стало делать намного легче. То есть не нужно делать каких-то сложных, больших проектов, не нужно покупать дорогостоящие системы, можно просто брать и использовать вот такой онлайн-сервис. Я сразу хочу пригласить, прошу задавать вопросы, которые у вас есть. Для этого прошу использовать чат, текстовый чат. Можно задать любые вопросы, я на них сейчас сразу же отвечу. И пока вы формируете вопросы, я приглашаю сразу же на следующий вебинар, который состоится 13 августа, ровно через две недели, в четверг. Он состоится также в режиме веб, как сегодня. На этом вебинаре мы уже сможем посмотреть сквозную цепочку управления предприятием в живой системе. Мы покажем живую демонстрацию сервиса. Я думаю, что это займет около часа. Также время стандартное это 15.30. Я надеюсь, что это удобно. Если у кого есть предложение, предлагайте по времени. Но все высказывали, что это удобно. Поэтому я приглашаю сразу же на вебинар и сейчас начинаю отвечать на вопрос. Вопрос первый, который задали, это какой пробный период. Пробный период, он две недели, это 14 дней, где бесплатно можно подключиться к системе, сразу же получить доступ к инструкциям и к системе. Я сейчас открою сервис, покажу, как это все выглядит и попробовать работать. По поводу на базе чего работает сервис. Сервис используют в основе, это один из вопросов, которые задали, используют в основе ERP-систему IT Enterprise. Он использует систему управления базами данных Microsoft SQL. Это такая большая система управления базой данных. И использует современные средства разработки языки программирования. По поводу вопроса, возможно ли использовать отдельные модули с интеграцией в другие системы. Конечно, в этом есть в том числе смысл использования сервиса, что можно использовать, во-первых, отдельные модули. Есть, так как сервис разработан на базе такой большой ERP-системы, есть стандартные интерфейсы обмена информацией с системами, которые на предприятии. Плюс вы можете получить, скажем, консультации специалистов и в том числе пригласить специалистов на предприятие для помощи в выполнении тех или иных действий. То есть это такие сопутствующие услуги, которые в любом случае некоторым предприятиям нужны. Это или интеграция, или обучение и так далее. То есть все это есть и практически каждый проект, на которой построен сервис, он имеет большое количество интеграции как с системами бухгалтерского учета, системами взаимодействия с оборудованием и так далее. То есть это все такие стандартные ситуации, стандартные вопросы. Задавайте еще вопросы. То есть я ответил на те вопросы. Так, еще я вижу вопросы. Сейчас я прочитаю, сразу же отвечу. Значит, у нас... Смотрите, если по поводу использования отдельных модулей. Да, сейчас по умолчанию есть стоимость использования сервиса. Можно оценить стоимость использования отдельных модулей, но по умолчанию цена на минимальное, это вот 299 долларов за использование. Там на сайте подробно расписано. Цена зависит от количества одновременных доступов, так называемых пользовательских доступов. Что это значит? Значит, сейчас меня слышно, пишут, что не слышно. Сейчас, одну секундочку. Если можно, кто-то... О, слышно, отлично. По поводу использования отдельных модулей. По поводу стоимости. То есть стоимость зависит от количества доступов к сервису. Отдельно также можно рассмотреть, если использовать часть модулей. Ну, пока стоимость единая для всего сервиса. По поводу отношения с IT Enterprise. Мы являемся такими компанией-партнером IT Enterprise. Используем платформу IT Enterprise. Поэтому, скажем, здесь у нас максимально тесное взаимодействие между нашими компаниями. И, ну, поэтому используется весь тот опыт, который есть у IT Enterprise. Это более 28 лет. Значит, стоимость 299 долларов. Это стоимость использования за месяц. При подписке на год обсуждаются, есть скидки. Поэтому, вот это еще один вопрос, который задали. Оплачивается по месячным. Здесь, что удобно, вы можете в любой момент времени, то есть поработать. И пока таких случаев не было, я думаю, что не будет. Но в любой момент времени можно отказаться и, ну, не понеся большие затраты при этом. Вот. Какие есть еще вопросы? Я... Значит, данный вебинар. Данный вебинар будет его веб-видеозапись. Мы всем пришлем ссылку на этот вебинар. Его можно показать вашим коллегам. Я приглашаю вас, как представителей компании, тоже приглашать. Ну, это интересная тема. Приглашать к нам на сайт. Заказывать. Можно заказать индивидуальную презентацию. Можно сделать демо-доступ. И начать работать. Значит, оплата, услуга есть... Ну, вот последний вопрос я отвечу. По поводу отключения услуги. Принцип такой, вот как у мобильного телефона. Есть... Вы оплачиваете услугу. Она действует до такого-то времени. За какой-то период времени вам начинает система сообщать, что через такое количество времени действия заканчивается. Оплатите далее. Ну, полный аналог с оплатой мобильного телефона. Данные. Если вы не оплачиваете данные, определенный период времени, как минимум месяц, никуда не деваются. Далее, есть уже там в публичной оферте, там все прописано, как хранятся данные, как они... То есть, сколько времени они будут храниться. И, да, вот еще один вопрос важный. Можно, конечно же, через... Вы поиспользуете сервис Клоби, например, там год, два. И через это время можно в любой момент времени перейти на использование системы IT Enterprise. Перейти, то есть, есть такая возможность перехода и выполнять отдельный проект внедрения. Но это отдельно надо обсуждать с IT Enterprise и там обсуждать такой проект. Принципиально это возможно, поэтому, если компания растет, если требуются какие-то индивидуальные специализированные процессы, то в любой момент времени можно с сервиса перейти на использование продукта уже на своих мощностях. Поэтому это тоже такая уникальная... Ну, аналогов, скажем, нет. Вообще, в принципе. И вообще, ну, сразу хочу сказать, мы анализировали рынок на просторах СНГ. Аналогичных сервисов по управлению производством не СААС, так называемый СААС, их нет. Поэтому у вас есть уникальная возможность. Вот. Я хочу поблагодарить всех за участие в вебинаре. Я надеюсь, что было интересно. Обращайтесь к нам по любым вопросам. Есть на сайте все контакты. Значит, еще падают вопросы. Вот, я вижу. Буду отвечать кратко. Да, конечно же, это и есть принцип вот сервиса и очень важное его преимущество по поводу доработки системы под индивидуальные требования. Вы используете по умолчанию стандартную продуманную функциональность, но вместе с сервисом поставляются все возможности вот такой полноценной RP-системы по конфигурированию бизнес-процессов, по схемам движения документов и так далее, и так далее. То есть, это все поставляется вместе с системой. Можно пройти обучение и делать это самостоятельно на предприятии, используя сервис, облачный сервис. Это вообще уникально. А также можно обращаться к нам, и наши специалисты, скажем, могут оказывать такие услуги по индивидуальному конфигурированию. Еще раз всем спасибо за внимание, за участие в вебинаре. Я приглашаю всех 13 августа на вебинар «Посмотреть живую демонстрацию», а также приглашаю наобщаться и приходить на сайт. Там можно посмотреть, зайти в демо-доступ, посмотреть видеоинструкции. Это все доступно. Заходите на clubby.com и давайте повышать эффективность предприятий вместе. Большое спасибо.